МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поводом для погони послужил звонок в полицию от случайного свидетеля. Он сообщил, что заметил подозрительную иномарку, и, возможно, ее водитель пьян. Ну, она пухшая, красная рожица такая. Едет неадекватно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, неровный. Автомобилист стал следить за «Опелем». Он передавал инспекторам ДПС, в каком направлении движется иномарка. Идем по кольцу. На майскую? Скорее всего, пойдет на майскую. Да, ушел на майскую. Вскоре появился патрульный экипаж ДПС. Автолюбитель уступил ему дорогу. Водитель «Опеля» проигнорировал требование остановиться и только прибавил газ. Опа! Собирается сваливать. Все, пошел! С проспекта иномарка свернула во дворы. Автомобиль ДПС не отставал от нарушителя. «Опель» проехал несколько кварталов, а затем оказался в тупике. Водитель выскочил из машины и попытался сбежать. Автоинспекторы и их добровольный помощник погнались за ним. Лови, лови его! Лови, лови! В салоне «Опеля» находилась пассажирка. Она утверждала, что заказала такси и с водителем незнакома. В машине нашли спиртное. «Это мое! Это мое!» Следом за алкоголем в бардачке обнаружили пистолет. «Это мое!» «Это мое! Это мое!» «Ваша? Документы есть?» «Документов нет». Пистолет также оказался собственностью пассажирки. Девушка утверждала, что испугалась автоинспекторов, поэтому и спрятала его в машине. После непродолжительной погони водителя поймали и усадили в патрульный автомобиль. Полицейский предложил задержанному пройти тест на алкоголь. Тот согласился, но при этом решил схитрить. «Кого ты обманешь? Слышал звуковой сигнал?» «Вот будешь выдыхать в прибор, будет идти звуковой сигнал». «Я поэтому говорю, не надо обманывать». «Лучше звоните, узнайте». Снова тестер не обманешь. Прибор показал, что водитель сильно пьян. «Смотрите на прибор». «0.91». Инспектор ДПС составил протокол и отпустил беглеца. Он распрощался с водительскими правами за вождение в нетрезвом виде. А его пассажирка осталась без пистолета. Не зря говорят. У страха глаза велики. «Все?» «Свердловская область». Водитель Лады хочет объехать маршрутку справа, но не видит за ней, что на дороге идёт ремонт. Легковожка сметает ограждение и одного из рабочих. «О, зашибись, давай!» К счастью, рабочий встаёт и, кажется, он не пострадал. К нему бодро подходит лихач. Очевидно, справится о самочувствии. Отчаянный человек. Ничего в жизни не боится. «О, зашибись, давай!» Хабаровск. Две девушки задумали очень необычное ограбление. Они подъезжают к автомастерской на довольно престижном автомобиле. Слоумышленницы заходят внутрь. За неимением клиентов в поздний час мастер спит. Всё идёт по плану. Так чем же решили поживиться девушки в самом обыкновенном шиномонтаже? Воришки утаскивают из мастерской старое колесо. Прячут его в свой автомобиль и уезжают. Наживой эту проделку не назовёшь. Скорее всего, девушкам просто не хватает в жизни острых ощущений. Москва. Останавливается иномарка, и из неё выходит подозрительный пассажир. Он прячется за машиной и что-то высматривает. Затем подходит к легковушке с видеорегистратором. Оказывается, это воришка. Он вытаскивает из машины портфель, запрыгивает в иномарку и уезжает с напарником. Хозяин сумки бежит за воришками, но угнаться за машиной невозможно. Пропали ценные документы. Водитель всего-навсего на минуту оставил свой автомобиль открытым. Колпино. Пригород Санкт-Петербурга. Посреди проезжей части автомобилист нападает на пассажиры легковушки. Дверца распахнута, но человек не выходит из салона. Он отбивается ногами. Буян получает достойный отпор. Его атака заканчивается ничем. Он успокаивается и садится за руль Вольво. Для поисков приключений на дороге самая безопасная марка автомобиля точно не нужна. Помогите! Аккуратите, помогаю! Во Владивостоке очевидцы сняли необычную картину. По площади бегала полуголая девушка, как будто пытаясь привлечь внимание пешеходов и водителей экстравагантным видом. Просто девушка находится вообще в неадекватном состоянии, просто бегает по улице, голая просто. Ну, явно там под чем-то находится у нее, прям, не знаю, там все время прическу свою поправляет. Поначалу чудачка смотрелась в витрины магазинов и пыталась собрать свои волосы в пучок. А затем стала заглядывать в окна автомобилей. Это ее при зеркалам. Неадекватная девушка бегала от машины к машине, мешая движению автомобилистов. Чудачка в любой момент могла выбежать на дорогу и попасть под колеса машин. Очевидцы попытались помочь девушке, но она молча отказывалась. Девушка, может, вам помощь нужна? Вскоре, ну, диски, стало холодно, и она решила погреться в магазине. Охранник попытался спровадить оригиналку обратно на улицу. Однако эти попытки не увенчались успехом. Вперед! Надо купать. На выход. Через некоторое время на место происшествия приехали полицейские. Они прикрыли девушку курткой и, наконец, вывели из магазина. Самым сложным было усадить ее в патрульный автомобиль. Помогите! Как девушка не сопротивлялась, все равно оказалась в полицейской машине. С площади она отправилась прямиком в больницу. Медики определили, что задержанная находилась под воздействием наркотиков. Когда она пришла в себя, ей стало стыдно за свое поведение. Далее в выпуске. Без царя в голове. Утро спокойно! Задержанный добился 10 суток административного ареста. Конфуз на заправке. Девушка закрыла машину с ключом в замке зажигания. Блондинка в законе. Я сейчас в вашу машину и строго. Вы что делаете? Нарушительница правил парковки закатила скандал. А также другие непридуманные истории с просторов страны. Слышь, ты, б***ь! Вот, ты, б***ь! Ну-ка, успокойся! Ты ж не бил! Кто, звали? А? В ухте нетрезвый водитель разбил стекло патрульной машины ДПС. Он сделал это от обиды. Потому что хотел на автомобиле сбежать от полицейских. А его догнали и задержали. Иномарку Девашира начали преследовать из-за того, что тот грубо нарушал правила. В ответ на требования автоинспекторов остановиться, он лишь прибавлял газу. Одиннадцатый на тебя идёт. Разворачивайся. Иномарка едва не влетела во встречный автомобиль. Но Лихачу не думал сбавлять скорость. Внезапно Иномарка резко остановилась. Нарушитель дёрнул ручной тормоз. И легковушка развернулась в обратном направлении. Неожиданно для полицейских беглец вышел из машины с поднятыми руками. Но это была всего лишь уловка. Буян был не трест. Его поместили на задние сидения патрульной машины. Там он продолжил спор с полицейскими. Я за рулем не был. Вы ли вы за рулём? Я не был за рулём. У нас видеосъёмка есть. Ну, молодец. Как это завтра? Ну, и завтра у вас по телевизору покажем. За ключами от машины задержанного приехала его жена. Внезапно пьяный автолюбитель впал в ярость и начал рваться из патрульного автомобиля наружу. Дверь мне открой! Ещё раз я не открою. Ещё раз я не открою. Я сейчас сломаю. Если сломаешь, то... Я сломаю. И вообще... Дверь мне открой! Ещё раз предупреждаю. Дверь мне открой! Ещё раз говорю, нельзя. Дебошир стал бить ногами в окно патрульной машины. И стекло разлетелось в дребезги. Инспекторы ДПС трудом утихомирили задержанного. За пьяные выходки его приговорили к десяти суткам административного ареста. Но это ещё цветочки по сравнению с тем, что его ожидало дома от жены. Удмуртия. Город Можга. Кружённый лесовоз на ходу опрокидывается на бок. Брёвна вываливаются из кузова и разносят остановку. Автобус забрал людей оттуда перед самой аварией. Их спасла всего какая-то пара минут. Зато для легковушки с регистратором, скутериста, пешеходов и целого свадебного кортежа всё могло окончиться печально, если бы они ехали быстрее на те же две минуты. Краснодарский край. Автомобиль с видеорегистратором едет за КамАЗом по трассе в нескольких километрах от Новороссийска. Ни с того, ни с сего, больше груза резко сворачивает вправо. Водитель КамАЗа лишь в последний момент замечает, как женщина-пешеход выходит из-за стоящих дальномеров. Остановить машину шофёр не успевает, хотя он и ехал на небольшой скорости. Многотонный КамАЗ сбивает пешехода. Пострадавшая лежит без движения. Позже медики выявили у неё несколько переломов и сотрясения мозга. Курьёзное происшествие на бензоколонке. В бак легковушки вставлен заправочный пистолет. Хозяйка машины так увлечена телефонным разговором, что садится в салон и уезжает со шлангом. Дамочка вовремя спохватилась. Оказывается, она поехала даже не заправившись. Автоледи заливает топливо в бак. Затем она возвращается к водительской дверце и обнаруживает, что забыла ключи в салоне. Автомобиль закрыт. На счастье девушки работник бензоколонки оказывается очень любезен. Дама открывает багажник и молодой человек забирается в машину. Ему удаётся отпереть дверцу. Горе автоледи стоило расцеловать спасителя. Ростов. Всем известна поговорка «Не трамвай объедет». Наверное, она появилась примерно так. Приехали. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Тайвань. Тягач с огромным прицепом мчится по хайваю. Внезапно перед ним вклинивается белый минивэн. Водитель грузовика пытается избежать аварии, но автомашину заносит. Тягач врезается в попутный внедорожник, а затем влетает в ограждение шоссе. Обломки разлетаются по проезжей части. А водитель белого минивэна побыстрее уезжает, как будто ничего и не было. В Москве активисты движения по борьбе с хамством на дорогах хотели проучить нарушителя. БМВ был припаркован на проезжей части вторым рядом. Хозяйка машины сидела на заднем сиденье. Дамочка не согласилась перепарковаться, а затем и вышла из машины, чтобы разобраться с активистами. Я движется. Стекаюсь с камерой, отвалите от моей машины. Это вообще нигде не будет показывать на одном канале. Сейчас сломаю. Это право нарушения. Я имею право снимать. Недовольная хозяйка БМВ перешла в нападение и стала размахивать кулаками. Я, что вы лишаете выходить в любой машине? Руки уберите. Руки уберите. Автоледи пригрозила расправиться с молодыми людьми. Это сморфина. У меня есть право. Неподалеку дежурили полицейские. Скандальная особа позвала их на помощь. Но патрульные за нарушительницу не вступились. Тогда досталось и им. Что оно будет? Вы с молодыми с уникальными на улице. Мне хватает зарубки, на меня бросаются. И вы стоите и не реагируете. Вы с головой. Сейчас мы будем решать вопрос только на уряде. Все, вопрос. Дама закрылась в автомобиле и просидела так целый час. Якобы она ждала своего водителя. Но в итоге сама села за руль и переставила машину на другое место. Удивительно, сколько времени некоторые люди тратят впустую. В финале выпуска. Детство моё, постой, не спеши. Давай я его сейчас перекрою, эту дорогу. Полицейские с трудом догнали молодого лихача. На ровном месте. Внедорожник спровоцировал аварию. Работа на публику. Девушка устроила шоу для полицейских. Помните, безопасное вождение – залог долголетия. Останавливаемся. Экипаж ДПС начал преследовать «Опель» в посёлке рядом с Мурманском. Иномаркой управлял пьяный водитель. Требованием остановиться он не подчинялся. На просёлочной дороге лихач разогнался до предела. Ему не мешали ни ухабы, ни столбы пыли. Затем легковушка свернула на шоссе. Водитель грубо нарушал правила. Выезжал на встречную и делал двойные обгоны. Он старался побыстрее доехать до Мурманска, чтобы там затеряться. На въезде в Мурманск беглеца поджидал ещё один патрульный экипаж. На одном из перекрёстков инспекторы ДПС попытались заблокировать «Опелю» дорогу. Но иномарка резко свернула во дворы. Инспекторы ДПС сделали предупредительный выстрел. Давай, давай, давай! Давай, Вадик! Где в воздух стреляй? Давай стреляй в воздух! Возьми! Выстрел не подействовал на нарушителя. Он доехал до соседнего двора и только там снизил скорость. Давай я его сейчас перекрою, эту дорогу! Водителя задержали. Он остановился рядом с подъездом. Видимо, хотел спрятаться у себя дома. Задержанный не имел водительских прав, но это не помешало ему сесть пьяным за руль. За такое можно было и 15 суток отсидеть. Набережные чулны. На Т-образном перекрёстке водитель Лады поворачивает налево и не замечает едущий позади внедорожник. Иномарка таранит вас. Внедорожник опрокидывается и влетает в припаркованные автомобили. А Лада врезается в легковушку на другой стороне дороги. Свидетели ДТП спешат на помощь к пострадавшим. Итог аварии. Пять разбитых машин. В Москве проливной дождь. На скользкой от воды дороги заносит Волгу. Легковушку бросает в соседние «Жигули». Оба автомобиля бьются в ограждение моста. Водитель «семёрки» вылетает из салона. Фантастика, скажете вы. Мужчина в порядке и поднимается на ноги. Вероятно, только теперь он понимает, что произошло. Виновнику аварии повезло меньше. Волга ударилась об ограждение водительской стороной. Хозяин машины получил серьёзные травмы. Трасса «Самара-Оренбург». Водителей повергает в недоумение гигантская машина. Она похожа на боевого робота. И вообще как будто только что приземлилась на проезжую часть из космоса. Возможно, Самара уже разрушена. И теперь угроза надвигается на Оренбург. На самом деле агрегат не имеет отношения к инопланетным захватчикам. Это всего лишь передвижная оросительная машина. Её используют на сельскохозяйственных полях. Так что граждане Самары смогут жить спокойно. В Екатеринбурге пьяная дамочка за рулём Лады не осознавала, что происходит вокруг. Она попыталась проехать двор, но не справилась с управлением и врезалась в ограждение. После аварии автолюбительница закрылась в машине и включила музыку на полную громкость. Недовольные жильцы вызвали патрульный экипаж. Прибывшие на место инспекторы ДПС долго не могли достучаться до невменяемой женщины. Она сняла обувь и заснула. Когда дамочку, наконец, разбудили, она отказалась пройти в патрульный автомобиль. Смотри, туфли одевай и пошли со мной в комнату. Девушка, ботинки одевайте, пойдёмте, я потолю в машину. Не пойду, ладно. Ботинки, говорю, одевай, пойдёшьте со мной в тёплую машину. Забрина, так звали даму, видимо, посчитала, что инспектор ДПС с ней шутит. Одевай, Забрина, давай, туфли одевай. Мне холодно. Я говорю, туфли одевай, пошли со мной. Никуда я не пойду. В машину тёплую, пошли. Закрывай, ты чё меня, б***ь? Он раскрыл меня. Я говорю, одевайте обувь и пойдёмте со мной в патрульную машину. Тупля, так ты сказал? Одевайте ботинки свои и пойдёмте в патрульную машину. Я никуда с него не пойду. Полицейским стоило огромного труда спокойно разговаривать с девицей. Сабрина, несмотря на позднее время, решила пошуметь. В конце концов терпение автоинспекторов иссякло, и дамочку припроводили в служебный автомобиль для оформления нарушения. Но тут Сабрине пришла в голову очередная идея. В результате полицейские всё же обули Сабрину. Закрыли её автомобиль и отправили неадекватную автоледи на медосвидетельствование. С правами ей пришлось распрощаться. Субтитры создавал DimaTorzok